Авиакатастрофа над Баденским озером, произошедшая в 2002 году. Трагедия, унесшая жизни 140 человек. Крупнейшее столкновение двух самолетов в воздухе произошло из-за ошибки диспетчера, жизнь которого вскоре тоже оборвалась. Катастрофе, произошедшей более 15 лет тому назад, в ночном небе над Баденским озером, привело странное, почти мистическое совпадение многих случайностей, не менее драматичных и последовавших за трагедией события. С вами Военная Техника 2, и мы вновь начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. В ночь с 1 на 2 июля 2002 года в небе над немецким городом Уберлинген, что стоит на северном берегу Баденского озера, столкнулись российские Ту-154 и Боинг-757. Погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка, летевшие из Башкирии на отдых в Испанию и сопровождавшие их взрослые. Этой трагедией предшествовала череда неожиданных событий и обстоятельств. Так, из-за ошибки сотрудников фирмы-организатора отдыха, лайнер, на котором дети из Башкирии должны были лететь в Барселону, отправился туда без них. Свою оплошность фирма исправила через два дня, организовав для отправки детей специальный чартерный рейс. Самой страшной новостью того дня стала авиакатастрофа над Баденским озером. Список погибших говорил громче всех СМИ, ведь 52 пассажира были детьми, жизнь которых только-только начиналась. «Боинг-757» был выпущен в 1990 году и среди других судов своей авиакомпании был самым старым. В 1996 году самолет купила грузовая компания и эксплуатировала для транспортировки документации и других материалов. В злополучный день за штурвалом смел англичанин Пол Филлипс, 47 лет от роду. Он был довольно опытным пилотом, в компании работал 30 лет в качестве командира воздушного судна с 1991 года. Поскольку самолет был грузовым, на нем находились лишь два члена экипажа, жизнь которых и унесла авиакатастрофа над Баденским озером. Пассажиры рейса 2937 летели из Москвы в Барселону. Для большей части детей эта поездка была поощрением за отличную учебу и внеучебную деятельность. Оплатил эти смертельные каникулы комитет по делам ЮНЕСКО. Глава комитета в этом полете потерял свою дочь. Надо сказать, что вокруг этого полета шумиха началась далеко до отлета из Уфы. Почти все высокопоставленные чиновники стремились получить место для своих детей в самолете. Так что некоторым простым гражданам эта сила власти спасла жизнь. Боинг 757 летел плановым грозовым рейсом из Бахрейна в Брюсселе. До столкновения он уже совершил промежуточную посадку в Бергамо. Авиакатастрофа над Баденским озером произошла через полчаса после их взлета с итальянской земли. В момент столкновения оба самолета находились в воздушном пространстве Германии. Несмотря на это, обстоятельства движением в небе управляла швейцарская компания. В ту ночную смену на работе было только два диспетчера, один из которых покинул свое рабочее место незадолго до катастрофы. Поскольку находился на посту всего один диспетчер и вынужден был следить за несколькими воздушными путями, он не сразу заметил, что два самолета двигаются навстречу друг другу в одном эшелоне. Командир воздушного судна Ту-154 первым заметил объект в небе, двигающийся в их направлении. Он принял решение снижаться. Примерно в это же время на связь вышел тот самый диспетчер, который также дал указания на снижение. При этом он не сообщил необходимых сведений другому борту, находящемуся в опасной близости. На Боинге сработал сигнал «Опасное сближение» и дал команду на снижение. Параллельно на Ту-154 этот же сигнал приказал набирать высоту. Пилот Боинга начал снижаться. Пилот Ту-154, действующий по приказу диспетчера, тоже. Нильсен, тот самый диспетчер, также ввел в заблуждение экипаж русского самолета, дав неверные сведения о местоположении Боинга. Самолеты столкнулись в 21 час 35 минут и 32 секунды, практически под прямым углом. В 21 час 37 минут обломки воздушных судов упали на землю в окрестностях Юберлингена. Выяснить причины трагедии взялась специальная комиссия. Ее создало немецкое федеральное бюро, проводящее расследование авиакатастроф. Над Боденским озером столкнулись два самолета, все пассажиры погибли. Отчет данной комиссии был оглашен лишь через два года. Среди главных причин назвали неправильное действие диспетчера и ошибку экипажа Ту-154, который игнорировал систему автоматического предупреждения опасных сближений, полностью подчиняясь Петеру Нильцину. Также были отмечены неправомерные действия компании SkyGate, которая занималась управлением воздушным движением. Руководство не должно было позволять дежурить в ночное время лишь одному диспетчеру. В заполучную ночь в диспетчерской не работала телефонная связь, а также оборудование, которое предупреждает о возможном сближении самолетов. Все эти факты были учтены комиссией, которая проводит расследование авиакатастроф. Столкновение над Баденским озером вызвало большой резонанс не только в обществе, но и во всей системе управления полетами. Поскольку если бы экипаж Ту-154 действовал по приказу системы предупреждения, трагедии бы не случилось. Однако в нормативных документах такая система была названа вспомогательной, то есть приоритетным были указания диспетчера. После случившегося было принято решение внести соответствующее изменение в руководство полетами. 1 июля 2002 года произошла авиакатастрофа над Баденским озером. Список погибших включал Светлану Халоеву и двух ее детей Костю Диану. Семья летела в Барселону, где находился их отец Виталий. Мужчина одним из первых прибыл на место трагедии и лично помогал найти останки своих любимых детей. В феврале 2004 года Халоев был задержан по подозрению в убийстве Петра Нильсена, того самого диспетчера. Мужчина был смертельно ранен на пороге своего дома в Цюрике. Виталий не признал свою вину, но подтвердил, что посещал Петра с целью получить извинения за то, что он совершил. Халоев был приговорен к заключению на 8 лет. В ноябре 2007 года мужчина был досрочно освобожден и депортирован в Россию. Авиакатастрофа над Баденским озером, реконструкция которой доказала неправомерные действия, диспетчера послужила причиной громких судебных процессов. Так компания «Башкирские авиалинии» подала иск в суд на «Скайгид», а потом и на Германию. Обвинения состояли в том, что ни та, ни другая страна не проводила необходимых мер для обеспечения безопасности движения в воздушном пространстве. Суд постановил, что Германия несет ответственность за произошедшее, поскольку страна не имела права передавать управление воздушным движением заграничной компании. Конфликт между страной и авиакомпанией был урегулирован лишь в 2013 году внесудебно. «Скайгид» был признан виновным в том, что произошла авиакатастрофа над Баденским озером. Список виновных состоял из четырех человек, один из которых обошелся лишь денежным штрафом. На месте падения самолета был установлен памятник. В виде разорванной жемчужной нити. В Сурихе, откуда происходило управление самолетами, диспетчерская всегда украшена живыми цветами в память о погибших. Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Баденским озером был установлен в Уфе, на кладбище, где покоятся их останки. Ну а наш сегодняшний выпуск тем временем подходит к концу. С вами по-прежнему была «Войная техника 2», и как будут развиваться события, как всегда покажет время. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте добавляться в друзья. Берегите себя и своих близких. Увидимся в следующем выпуске на канале.